Добрый день. Меня зовут Михаил Афадим. Я консультант по инфраструктуре Координационного центра национальных доменов сети интернет, являющейся регистратурой национальных доменов.ру и кириллического национального домена.рф. И сегодня я вам расскажу об угрозах визуальной схожести в доменной и почтовой адресации. Начнем с базовых определений. Согласно RFC 6365, терминологии использования в интернациализации, инженерном совете интернета и ETF, язык определен как способ коммуникации людей, скрипт как набор графических символов, используемых для написания одного или более языков. Например, наш кириллический скрипт, который использует многие языки для своего написания. То есть, допустим, это русский, сербский язык используют кирилльцы, белорусский и так далее. Письменность. Это набор правил использования одного и более скриптов, чтобы написать на отдельном языке, на отдельно взятом языке. Почему может быть более одного скрипта в письменности? Ну вот ярким примером является письменность в Японии, которая использует три различных языковых скрипта. Канзи, Хирогану и Катакану для повседневной своей письменности. Стимвол определен как минимальная единица письменности, а глиф как его графическое изображение. А теперь с определениями, непосредственно связанными с визуальной схожестью. Амоглиф. Он из греческого одинаковый, глиф – знак. То есть, это символы, которые выглядят одинаково или очень похоже, но имеют разное значение. Если для человека символы, выглядящие одинаково или очень похоже, воспринимаются одинаково, то для машины это абсолютно разные символы, каждый имеющий свой отдельный код. Действительно, вот латинское «ол», кириллическое «о» и греческий «омикрон» для человека выглядят абсолютно одинаково. Однако для машины они имеют абсолютно разные так называемые кодовые точки. Или их шестнадцатеричное представление в таблицах символов юникода. Еще пример буква «эй» латинская и буква «эй» с диоризисом. А на расширенной латинице визуально отличаются лишь вот этим вот диактрическим символом. И их очень легко перепутать, то есть вот этими двумя точечками. Но проблема амоглифов появилась отнюдь не с появлением интернационализированных доменных имен. Она существовала и существует и в чисто латинских доменах. Например, визуальная схожесть нуля и буквы «о» заглавные. Или единицы и наоборот строчный «эй». И используются эти символы мошенниками куда чаще, чем символы из таблиц символов юникода разных скриптов. Помимо всего, существуют так называемые составные амоглифы. Ну вот, например, строчная «м» и рядом стоящие буквы «р» и «н» визуально очень схожие. Ну и самый популярный, наверное, составной амоглиф – это буквы «б» и «в». Лигатуры. От латинского «лигатур» – связка. Символ системы письма, образованный путем соединения двух и более графа. Широко популярны в расширенной латинице, в основном среди европейских языков используются. Ну вот, допустим, латинское «эй» и «и» сочетает буквы «эй» и «и», но имеет собственную кодовую точку. «ФФЛ» является соединением букв отдельных двух букв «ф» и букв «эл». Ну и в кириллице, надо сказать, что тоже такое присутствует. Есть кириллическая буква «эй», представляющая собой соединение букв «эл» и мягкого знака. Омографы. В лингвистике омографы одинаково пишу «омос» и «граф». Слова, которые совпадают в написании, но различаются в произношении или в значении. На латинице, например, «мама» имеет следующие кодовые точки, а на кириллице «тата», написанное с строчным шрифтом, курсивом, имеет совершенно иные кодовые точки, хотя выглядят они абсолютно одинаково. Кроме всего прочего, на латинице «пэй», на кириллице «рау» тоже выглядит одинаково, хотя имеет совершенно разные значения. Паронимы. От греческого «para» или «околорядом» и «оним» – это слова. То есть, по сути, это слова, схожие по звучанию, морфебному составу, но различающиеся значением. То есть, близкие друг к другу слова. Например, «адресат» и «адресант», «эскаватор», «эскаватор», «лайв-лиф». Вот есть две очень схожие улицы в Москве – Костанаевская, Костанайская, которую часто путают курьер. Так вот, к чему вся вот эта вот такая теория определения. А к тому, что основная угроза так называемых амоглифических атак, то есть угроза с использованием вот тех похожих символов и слов, о которых я говорил чуть ранее, это создание вредоносных фишинговых ресурсов и привязка к ним доменных имен, максимально похожих на легитимные. Пользователь, переходя по ссылке с таким доменным именем, убежден, что обращается к нужному ему ресурсу, например, своего банка или к сайту госуслуг, например, и вводит там данные доступа к личному кабинету или банковской карте. Фактически же он работает с подделкой под легитимный ресурс и отдает взломовымышленникам критическую конфиденциальную информацию, которая может им позволить от лица этого пользователя, и без его, конечно, ведомо, совершать мошеннические финансовые операции. Сочетание таких амоглифических доменных имен с фишинговыми схемами и методами социальной инженерии позволяет взломовымышленникам получать и использовать в вредоносных целях абсолютно различную конфиденциальную информацию пользователей в сети интернет. Реквизиты доступа от личных кабинетов, от личных ресурсов, данные криптокошельков, платежные системы, данные банковских карт и так далее. Ну вот здесь на этом слайде приведены примеры, как при помощи амоглифов выглядят фишинговые ресурсы, то есть где заменяется там один символ на амоглифический ему, то есть очень схожий. Например, в PayPal заменяется L на единицу или в госуслугах, или там вот в банках используются буквы A или N с различными диактрическими символами. Кроме всего прочего, создание вредоносных ресурсов, возможно, при помощи амоглифов. То есть это вот то, что мы разбирали чуть раньше, вот допустим pay.com и raul.com выглядят абсолютно одинаково, вполне себе легитимно, их можно зарегистрировать по правилам зоны ком, но совершенно два разных ресурса. Коп онлайн, сор онлайн, мама тата и так далее. Создание вредоносных ресурсов при помощи лигатур подразумевает схожую схему, но вот на примерах мы видим, как используется там Crown Bank и Crown Bank с двумя буквами V. Или при помощи лигатуры Double F Strike Fighting and Bank. Кроме всего прочего, используются различные типы сквотингов в фишинговых схемах. Наиболее популярными типами это, конечно, Type Squoting и Combo Squoting. Type Squoting – это когда используется типа опечатка, которая не очень заметна при беглом прочтении, например, Bunkro и Barkro. Combo Squoting – это более сложная схема тишинга, которая больше ориентирована не на визуальную, а смысловую схожесть. То есть avito.rf и, допустим, avito.uslugi.rf, то есть это когда добавляется дополнительное слово, которое не меняет целевой ассоциации у пользователя с тем ресурсом, к которому он хочет обратиться. Он видит в этом более длинном предложении слово avito и считает, что работает с легитимным ресурсом avito. А по сути это avito.uslugi, не имеющие никакого отношения к нему. И реже встречается TLD Squoting. Это, по сути, использование таких вот тоже малозаметных ошибок, но в доменах верхнего уровня. Вот, например, банк в зоне .com может иметь фишинговую страницу в банке .co национального домена в Колумбии. Но, конечно, существуют и более сложные схемы, использующие визуальную схожесть, например, в адресах электронной почты. Бизнес e-mail compromise – многоступенчатые атаки, связанные с компрометацией корпоративной переписки. Основная схема бизнес e-mail compromise – атаки основана на рассылке сотрудникам компании писем с содержанием, побуждающим к различного рода компрометирующим кондициальные данные и действия. То есть предлагающие что-то сделать, пройти по какой-то ссылке, выполнить определенные действия, которые нужны злоумышленникам. Сценарий. Сейчас вот расскажу об общих сценариях, и чуть подробнее мы остановимся на тех, которые используют визуальную схожесть. Ну, самое простое – это взломать реальный аккаунт реального сотрудника компании, получить и использовать его, во-первых, конфиденциальные данные, а также от имени этого сотрудника, от имени этой жертвы, взаимодействовать с другими сотрудниками, побуждая их к различным выгодным злоумышленнику действиям. Фиктивный доверенный контакт. Это письма, собственно, от мошенников, замаскированных под реальные контакты жертвы, под доверенные контакты, с побуждением к каким-либо действиям, компрометирующим официальные данные, к денежным переводам, или, например, к распоряжениям подобного характера к подчиненным сотрудникам. Ну, вот от директора компании к бухгалтеру с просьбой перевести куда-то деньги. Или от юриста к голове организации, с просьбой что-то подписать, или там с просьбой оплатить какой-то счет. Якобы партнеров, которые надо заплатить срочно-срочно. Кроме того, есть еще сценарий фиктивный, хорошо известный контакт. Более редкий, но он схож с предыдущим. Правда, имитируются либо сотрудники известных сторонних компаний, какие-то селебрити, или прочие предлагающие якобы от их лица крайне выгодное сотрудничество, где человек в первую очередь реагирует на триггер узнаваемости этого контакта, что он вот хорошо известен. А дальше, ну, начинается психологическое воздействие, что с вами общается там либо звезда, либо какой-то очень вам выгодный партнер. И основное, вот социальный инженеринг, как раз основан именно на этом, на том, что вы теряете бдительность, поддавшись восторгу от того, что какой-то доложеный, желанный объект, с которым вы хотели установить, какие-то, возможно, деловые и прочие отношения, в данный момент с вами взаимодействуют. Каким образом реализуются эти сценарии? Ну, в злом почты существует огромное количество способов, начиная от получения пароля от аккаунта при помощи, я не знаю, какого-то подбора, брутфорса, кражи записей, записанного пароля на бумажке рядом с монитором, использование там средств восстановления паролей различных при помощи там скомпрометированной, например, запасной почты, ну и вплоть до физической кражи устройства, у которой нет должной защиты, а доступ к почтовому ящику с этого устройства есть и не требует каких-то дополнительных идентификаций, если там устройство, например, удалось открыть. Более сложное, это взлом систем адресации и перенаправление на поддельный почтовый сервер, так называемое там отравление кэша с ДНС и прочее, но это более сложные схемы. В почтовых, перейдем к следующему, в почтовых клиентах достаточно часто находят уязвимости, некоторые из них могут позволять отображать адреса электронной почты не так, как они выглядят на самом деле, то есть если это уязвимость в неком графическом интерфейсе. И, соответственно, уязвимость клиента тоже может быть использована злоумышленникам для того, чтобы заставить жертву, видеть не те адреса или не то, что на самом деле происходит на уровне обмена информацией между машинами. Изменение данных почтовых заголовков, позволяющих изменять реальные данные отправителя в письме, но это такой тоже довольно простой сценарий, когда вы меняете поля от кого письмо и для того, чтобы ввести туда знакомые жертве какие-то имена, фамилии, возможно, чтобы жертва думала, что ведется переписка именно с этим контактом, а не с злоумышленниками. И схема, на которой мы остановимся чуть подробнее, это использование схожести с реальными доверенными для жертв адресами почты отправителя. Давайте разберем на примерах, как это происходит. Подобная схема атаки требует от злоумышленника определенной подготовки. Необходимо выяснить примерную структуру компании, кто является включенными фигурами, кто обладает финансовыми возможностями, выбрать наиболее подходящие для подделки почтовые адреса, то есть на кого эти целевые фигуры среагируют, и разработать некую схему социальной инженерии. Все мы знаем, что почтовый адрес состоит из локальной части, и доменной. Соответственно, использование так называемых амоглифических или амографических атак в отдельных адресах электронной почты возможно не только в доменной части, о которой мы говорили, обсуждая фишинг, но и в локальной части адреса электронной почты, то есть до собачки. При этом в интернет-стандартах ограничения на использование символов локальной части адреса почти нет, и преобразование по алгоритму панико для локальной части неприменимо. Таким образом, адрес с латинскими и хирургическими буквами в локальной части с позиции стандарта в принципе вполне себе легитимен. То есть гораздо больше возможностей подделать подделать локальную часть. Но схемы подделки локальной части хорошо работают, если в компании для переписки используются общедоступные почтовые сервисы. Например, такие как Google, Gmail, Microsoft, Light, Яндекс, Mail.ru и так далее. То есть когда пользователь заходит на этот почтовый сервис публичный и просто регистрирует очень схожее с каким-нибудь, я не знаю, директором компании почтовый ящик на Gmail. Но надо сказать, что более серьезные компании, ну в принципе серьезные компании, неважно какого там большого или маленького размера количества сотрудников, они все же стараются корпоративную переписку держать на собственном домене и использовать корпоративный домен для вот подобных вещей. И в этом случае злоумышленнику уже нужно иметь возможность создавать на нем новые аккаунты, например, предварительно взломав там почтовый сервис, получив права администратора, создав там очень схожий почтовый ящик, например, на почтовый ящик там директора. И уже от его имени писать какую-то, ввести какую-то переписку, побуждая пользователей сделать какие-то действия выгодные ему. Поэтому все же гораздо чаще пытаются ввести в заблуждение. Ну это достаточно сложная схема, да. Поэтому все же гораздо чаще пытаются ввести в заблуждение жертвы при помощи схожести все же в заменной части адреса. Ну а теперь давайте взглянем на статистику в ракурсе финансовых потерь. То есть последуем, так сказать, за деньгами. Согласно прошлогоднему отчету Федерального Бюро расследования Соединенных Штатов отчет о преступлении в глобальной сети интернет жертвами действий злоумышленников потеряли больше 12,5 миллиардов долларов за предыдущий 2023 год. Что на 2,5 миллиарда больше, чем подобные же показатели в 2022 году. Причем почти четверть это атаки типа бизнес email compromise. Надо сказать, что этот тип атаки занимает второе место по количеству финансовых потерь, а первое место принадлежит так называемому инвесткаму или инвестроду в 4,5 миллиарда, а наш классический фишинг, о котором мы разговаривали, занимает всего лишь 21 место и вот чуть почти 19 миллионов. Это не так много по сравнению с финансовыми потерями от прочих схем. В частности от схемы бизнес email compromise. Наибольшие финансовые потери закономерно несут люди преклонного закономерно, потому что менее подготовлены к противодействию таким угрозам. Молодежь в основном еще не успела накопить средств. Люди среднего возраста обычно обладают все же более высоким уровнем цифровой грамотности, более устойчивые к действиям мошенников, а наиболее уязвимая как раз возрастная группа это люди старшего поколения 60+, которые росли и были активны несколько иное время, не такого мощного технологического прогресса, и которые располагаются определенными накоплениями собранными за свою трудовую жизнь, а злоумышленникам их легче обмануть в силу меньшего количества знаний и пониманий самого главного правила безопасного поведения в глобальной сети. Это что касается денег. Теперь просто глобальные статистики. Если взглянуть на количественные показатели использования аммоглифических атак в доменах верхнего уровня, то естественно в любой популярной доменной зоне в этом плане закономерно является зона КОМ, потому что она самая большая. А среди национальных доменов лидирует зона Д. Но опять же среди национальных доменов она тоже лидер по количеству доменов имен второго уровня. И зона Д в общем рейтинге это и национальных и общих доменов занимает 5 место, а российский национальный домен находится на 9 месте в этой статистике. Наиболее популярными символами используемых в маглифических доменных именах являются такие символы как расширенный латиниц, ну в основном это вообще символы расширенной латиницы. Но вот самое популярное это латинское и сакутом с черточкой такой и латинское эй сакутом. Ну чуть отстает от них, но не сильно это латинское ай без точки. Все это символы расширенной латиницы широко использованы в различных европейских языках. Единственный символ кириллического скрипта в этом рейтинге это буква О и она занимает 17 место. Теперь немножко о примерах как это использовалось. Вот кейсы о которых хотелось бы вам рассказать. В августе 2017 года независимый исследователь Анкет Анубхов обнаружил домен adobe.com Обратите внимание на латинскую строчную букву B с точкой внизу. Домен в соответствии с данными сервиса Whois был зарегистрирован регистратором GoDaddy в апреле того же 2017 года. Домен использовался для распространения под видом Adobe Flash Player Trojan Beta Bot, который отключал программное обеспечение предназначенное для обеспечения безопасности, антивирусной программы и препятствовал получению доступа к популярным сайтам разработчиков такого фула. Домен был снят делегирование и его регистрация была удалена, однако на нынешний момент, согласно официальному сайту GoDaddy домен доступен для регистрации любым желающим. Ярким примером ошибки разработчиков служит следующий кейс, обнаруженный в ноябре 2018 года специалистом компании Tencent Security уязвимой CVE 2018 4277 в программных продуктах компании Apple, связанная с отображением строчной латинской буквы Doom, которая отображалась абсолютно идентично латинской строчной буквой D. Таким образом, вот эту единственную разницу между этими буквами маленькую черточку в нижней части буквы Doom, например, браузер Safari не отображал вовсе. В результате у злоумышленников была возможность использовать эту букву из набора символов расширенной латиницы, кстати, для проведения различных амоглифических атак. Специалисты Tencent Security уведомили об этом кейсе компанию Apple, и в новых релизах программных продуктов этот баг был исправлен. Однако угроза была весьма существенна, очень много популярных там и банковских, и не банковских, и финансовых сайтов используют букву D, и могли стать потенциальной целью для магистрических атак с использованием вот этого уязвимости. Давайте теперь посмотрим, как противостоять атакам такого типа. Какие разработаны подходы безопасного использования интернационализированных доменных имен, адресов электронной почты на различных уровнях профессиональных сообществ и различных частных организаций на уровне корпорации ICAN разработка так называемых правил генерации меток. В первую очередь, конечно, для корневой зоны. Так называемая rule zone, label generation rules. Это политика, описывающая механизм определение возможности создания того или иного интернационализированного домена верхнего уровня на основе анализа схожести символов, использующихся в нем, с символами, использующимися уже в существующих доменах верхнего уровня. Но вот здесь можно привести некоторый пример. В тот момент, когда еще в 2009, наверное, восьмом году, когда планировалось допустить первый кириллический домен верхнего уровня .rf, который стал потом .rf, обсуждалось, как же он будет выглядеть. И первая идея была как раз не rf, а также просто по-русски ru, то есть ru. Но домен ru оказалось, что если его написать, абсолютно идентично выглядит национальному домену Paraglaya, то есть PY. И соответственно это привело бы к огромному количеству путаниц, а также к использованию мошенниками и злоумышленниками вот такого вот свойства. И по этому поводу было пересмотрено решение первоначальное и все же домен стал доменом .rf в 2010 году, был зарегистрирован в базе данных Яна и распространен по корневым серверам. На текущий момент существует rootzone label generation rules для 28 различных языковых уникод скриптов, определяющих правила создания наименований интернационализированных доменов верхнего уровня. Кроме того, разработан формат LGR label generation rules для домена второго уровня, который называется еще интернационализированными таблицами зоны или IDN таблицами. Как раз на уровне регистратур это использование упомянутых IDN таблиц, в которых регистратура домена верхнего уровня на основе рекомендаций как раз ICAN label generation rules для второго уровня создают свои IDN таблицы. То есть, по сути, таблицы разрешенных символов, которые официально публикуются как на официальных ресурсах регистратур, так и в репозитарии AYANA, это организация, поддерживающая базу данных доменов верхнего уровня, в машинах читаемом виде она опубликуется и доступна для интеграции в свои решения через API в JSON-формате и в машин читаемом формате их можно скачать. Кроме всего прочего, это запрет на смешение разных языковых скриптов в одной метке. Это стало лучшей практикой для большинства регистратур доменов верхнего уровня. Ну, пожалуй, за исключением японского IDN-домена, поскольку там это смешение скриптов необходимо для того, чтобы поддерживать функциональность письменности. Они смешивают три языковых скрипта в повседневном написании. Ну, вот пример, допустим, банк.ком не будет разрешен, ну, точнее, вообще, банк смешения кириллицей B, A и N, K в одной метке будет запрещено большинством возможных регистратур и, в частности, будет запрещено и в зоне ком, который пример. Но это не означает, что нельзя использовать разные скрипты в разных метках. Ну, вот, например, банк по-английски в одной метке, дальше точка плата на кириллице точка ком вполне себе легитимный домен. Или, на примере, на одного из национальных доменов точки SU, где разрешена регистрация на втором уровне различных скриптов. Ну, допустим, плата точка SU это вполне себе легитимный домен. В зонах RF и RU пошли несколько иным путем. В зоне точка RF сейчас разрешен только русский алфавит на текущий момент. А в зоне RU только базовая латиница. То есть зарегистрировать домен в зоне RU на втором уровне с кириллическими символами невозможно в принципе. Как и нельзя в зоне RF зарегистрировать на втором уровне домен с латинскими или какими-либо другими отличными от русского алфавита. То есть это даже не всякий ревиз. Не весь кириллический скрипт, а только составляющая русского алфавита. На уровне регистраторов существует механизм так называемый омоглиф бандлинг. Принцип которого в следующем. В момент регистрации домена запускается специальный алгоритм генерации схожих доменов на различных скриптах, используемых в доступных регистратору зоны. Таким образом формируется некоторый набор или бандл доменов схожих с регистрированным доменом, которые чаще всего предлагаются к дополнительной регистрации, возможно, с скидками, вместе с изначально регистрируемым доменом, чтобы избежать регистрации таких доменов злоумышленных. Ну вот на примере bank.com допустим к регистрации предлагаются вот такие явно амоглифические домены, и если это какой-то крупный банк, он вполне себе может позволить купить не один домен, а сразу 10, и зато перекрыть возможность злоумышленнику использовать для того, чтобы создавать фишинговые страницы, использовать там бизнес-имейл, компромисс схемы и так далее. То есть автоматическая генерация таких вот бандлов и предложений их к регистрации это то, чем пытается защищаться такое решение существует на уровне регистраторов, то есть тех, кто предлагает продажи домены, к покупке домена непосредственно пользователям юридическими и физическими людьми. На уровне разработчиков программного обеспечения это интеграция различных средств нотификации пользователей возможным использованием например амоглипов в противоаграммной цели. Ну, самый простой пример, если вы введете или вставите в адресную строку браузера ссылку, в которой присутствует смешение символов из различных языковых скриптов, ну, например, как было на недавнем примере ба на русском нк на английском или вот как здесь в примере здесь гугл написан через килиническую о одну. То в адресной строке такая ссылка отобразится сразу в паникоде. Это представление юникод доменных имен, интернационализированных доменных имен, в адке представления. И у такого представления есть характерный ace префикс xn две черточки, который сигнализирует пользователю все же убедиться, что он обращается именно к тому ресурсу, к которому собирался обратиться. Или же браузер предложит воспользоваться поиском по такой ссылке, чтобы пользователь опять же смог найти, вдруг уже были прецеденты различные, связанные вот с такими доменными именами. Давайте посмотрим теперь, что же является основным элементами выявления схожих почтовых адресов при обработке их такой стандартной корпоративной системой на уровне следующий уровень, это уровень защиты своего собственного внутреннего какого-то почтового контура, например. Вот на примере как раз гипотетической компании посмотрим, как по идее отрабатываются это такая укропненная достаточно упрощенная схема, но тем не менее существует база данных адресов пользователей естественно, потому что администратор корпоративной сети их заводит и когда поступает какое-то внешнее письмо от какого-то внешнего контакта первое с чем сравнивается сравнивается а не похож ли этот внешний контакт на какой-либо из контактов в нашей базе данных наших внутренних адресов пользователей то есть не пытается ли кто-то например от имени директора с похожего адреса написать там условно письмо бухгалтеру чтобы он что-то оплатил то есть попытка проанализировать схожесть близкость почтовых адресов поступающих из вне во внутренний конт кроме всего прочего поскольку все корпоративные клиенты ведут достаточно активную переписку ну многие по крайней мере то через некоторое время формируется и база данных внешних контактов которая обладает уже определенным доверенным бесом ну например если вы все время переписываетесь допустим со мной на адрес там mba собака cctlg .ru то через некоторое время система оценит что этот адрес можно считать доверенным с ним прецедентов долгое время не было и он не похож ни на один из адресов пользователей внутренней корпоративной сети то есть ему можно выставить определенный коэффициент доверия если кто-то попытается написать допустим письмо с mwa собака cctlg .ru то система по идее возведет флаг подозрительности и даст нотификацию ну должна по крайней мере это сделать даст нотификацию администратору безопасности посмотреть внимательно этот адрес а не является ли он поддельным и не пытается ли кто-то или допустим вместо m будет rn как мы видели на предыдущих примерах rn ea собака cctlg .ru а не является ли он поддельным и не пытается ли кто-то от моего лица вступить в какую-то переписку с представителями компании и собственно побудить каким-то мошенническим кроме всего прочего осуществляется достаточно прямое сравнение с базой данных инцидентов то есть это с теми адресами которые были уже замечены в ходе деятельности компаний во всяких подозрительных или вредоносных активностях которая постоянно обогащается ну по идее может обогащаться из каких-то внешних видов то есть с внешних источников данных о выявленных инцидентах в различных других корпоративных сетях или ну в общем-то и неважно где главное что есть подтвержденность о том что этот контакт был замечен во вредоносной схеме каким образом оценивается схожесть ну схожесть в основном оценивается при помощи строкового расстояния то есть расстояние домерала Эйвенштейна это разница между строками определяемая как минимальное количество операций вставки удаления замены и транспозиции то есть перестановки двух соседних символов ну вот здесь например код отличается от кода строковое расстояние единиц а вот уже во втором примере котик не похож на скотину или похож наоборот со строковым расстоянием в 3 сим помимо такой оценки существует еще множество методик например коэффициент анимота определяет степень схожести двухсимвольных множеств то есть число общих символов сходство Джара Винклера Винклера извиняюсь минимальное число односимвольных преобразований которые необходимы для того чтобы изменить одно слово в другое ну и множество других вот эти все математические методы позволяют определить насколько близки друг к другу допустим два почтовых адреса и если они близки то на предыдущем слайде по идее система описанная система на предыдущем слайде должна выдать какой-то адрес администратору безопасности существует правда нюанс связанный с юникодом который необходимо учитывать при работе с ним при проведении любых сравнений юникод надо нормализировать то есть давайте поговорим что же такое нормализация дело в том что в юникоде существует неоднозначность кодирования символов вот в данном примере символ ня из расширенной латиницы который широко используется используется например в испанском языке может быть представлен собственной кодовой точкой а может быть представлен как сочетание двух кодовых точек н и тильды и соответственно написанные через собственную кодовую точку ниньо ребенок будет абсолютно при прямом сравнении не равен ниньо написанным через н и тильду хотя визуально может интерпретироваться и отображаться в различных там и команд-лайн интерфейсах и в некоторых графических интерфейсах может отображаться одинаково чтобы не возникало подобных ошибок когда вы проводите какие-то операции там сравнения сортировки еще чего-либо необходимо перед этим провести нормализацию данных если данные представлены в Unicode кодировки то есть привести к единой канонической форме рассмотрим какие существуют формы нормализации в Unicode но первая это нормализация по форме D или каноническая декомпозиция алгоритм согласно которому выполняется рекурсивное разложение составных символов на последовательность из одного или нескольких простых символов а рекурсивное потому что в процессе разложения составной символ может быть разложен еще на два других один из которых тоже является составным к нему применяется дальнейшая идея ну вот например весь S с двумя точками может быть разложено сначала на S с точкой а потом на и на точку а потом уже на S точку сверху и точку снизу нормализация по форме C или каноническая композиция ну собственно на самом деле это более сложный метод то есть он алгоритм то есть алгоритм согласно которому последовательность выполняется сначала каноническая декомпозиция а потом каноническая композиция то есть сначала раскладывается текст к форме D на все возможные составные а потом собирается обратно для того чтобы не было разночтений то есть и обрабатывается текст от начала к концу с учетом классов комбинируемости ну вот на примере согласно таблицам символов юникода ну вот на примере буквы это сначала раскладывается все на составные части а потом собирается вот как энд стильдой превращается в буковку энья собственной кодовой точкой нормализация по форме TD или совместимая декомпозиция алгоритм согласно которому в последовательности выполняется сначала каноническая декомпозиция и замена символов текста по таблицам совместимой декомпозиции ну вот например значок трендмарк заменяется на букве TEM то есть таблицы совместимой декомпозиции предусматривают замену обрабатываемых символов на так называемые эквиваленты ну например там похожие буквы вот перевернутые скобочки замещаются там дроби на единицу сложить четверку ну и так далее степени и прочее и прочее и последняя форма это нормализация по форме KC или алгоритм согласно которому сначала последовательно выполняется совместимая декомпозиция NFT а потом к ней применяется каноническая композиция то есть алгоритм NFC ну надо сказать что чаще всего рекомендуется использование алгоритма нормализации NFC и действительно огромное количество уже встроенных библиотек которые просто это делают за разработчика в различные популярные языки программирования которые просто надо эти библиотеки имеется ввиду не забывать применять но больше информации можно найти по ссылке в техническом отчете номер 15 Unicode Consortium которая так и называется Unicode Normization Forms или форма нормализации Unicode ссылочку на этот документ вы вот видите внизу что бы хотелось сказать в заключении возможности новых технологий почти всегда несут какие-то новые риски однако это абсолютно не повод не пользоваться и закрываться от этих новых технологий проблема использования схожих доменов look-alike доменов или адресов электронной почты в мошеннических целях появилась достаточно давно и гораздо раньше внедрения в систему адресации возможности их интернализации то есть использования интернациализированных доменных имен и интернациализированных адресов электронной почты появление интернациализированных доменных имен и адресов электронной почты конечно способствовало расширению разнообразия сценариев таких различных вредоносных амографических атак и мошеннических схем. Однако это позволило мировому сообществу выработать соответствующие механизмы защиты, стандарты, рекомендации, лучшие практики и разрабатывать все новое и новое в зависимости от того, с какими вызовами встречается профессиональное сообщество экспертное. Ну и, следуя этим рекомендациям, конечно, можно существенно снизить уровень таких рисков. Борьба добра по злом, щита меча, оборонить снарядов, специалистов по защите информации со злоумышленниками и мошенниками, конечно, будет продолжаться и дальше. А ее эффективность, конечно, будет зависеть в том числе и от того, насколько хорошо понимают то, о чем я сейчас вам попытался рассказать. Не только эксперты и специалисты мы в области информационной безопасности, но и все пользователи глобальной сети интернет. И цель нас, как сотрудников Координационного центра, постараться и впредь повышать уровень цифровой грамотности пользователей как внутри страны, так и на международном уровне, опять же опираясь вот на наши знания и превращая их в форму некоторых образовательных докладов для того, чтобы вашу цифровую грамотность повысить. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Вадим Михайлов. Если есть какие-то вопросы, на последнем слайде есть моя электронная почта, как латинская, так и кереческая. Прошу не стесняться писать, я постараюсь вам ответить. Спасибо.